Метание гранат, полоса препятствий и многое другое. Мурманские ребята поучаствовали в спортивной патриотической игре «Зарница». Впервые это мероприятие вышло на областной уровень. Наравне с мальчишками за первое место сражалась и команда девочек-кадетов. 11, чуть ниже, 12, 13, 14, 15. Лэли Мятос отжимается не с колен. Несмотря на то, что в команде одни девочки никаких послаблений им не дают. Все по-серьезному. Впрочем, девчонки скидок на возраст или пол и не просят. И результат впечатляющий. У Лэли 20 отжиманий. Желание у меня появилось еще с того момента, как я пошла в пятый класс кадетский. И у меня вообще тяга к военным, боевым действиям. И с девчонками решили тоже поучаствовать, как в кадетский класс. Около десятка этапов и шесть команд. Три из них в этот раз не из областного центра. Одна из Североморска и две из Кавдора. Каждая нацелена на победу. Никто кроме нас. Парни из команды Росляковского военно-патриотического клуба «Снежные барсы» на Зорницу выбираются ежегодно. До призывного возраста им остался всего год. И куда идти служить, они уже знают. Хотят в элиту. ВДВ, спецназ, морскую пехоту, спутник. При любых военных действиях, я думаю, что эти навыки всегда пригодятся. Потому что любая неотложенная ситуация и незнание этого всего может обернуться боком. Такие военные игры для подростков, уверены организаторы, призваны не только научить мальчишек защищать родину в случае опасности. Главная цель – оторвать детей от компьютеров и телевизора. Показать, что на воздухе время можно проводить намного интереснее. Если посмотреть 90-е годы, то у нас немножко был небольшой провал. То сейчас детки, молодежь уже отрывается от компьютера, выходит на улицы, участвует в таких сорианах. Поэтому есть к чему стремиться. Оценивать ребят будут по простым правилам. В зачет не только время, но и качество выполнения поставленных задач. Забыл правильно закрепить карабин – минус баллы. Не так надел языка – тоже. Если здесь игра, жизнь ошибок не прощает. Мы хотели бы, чтобы дети умели жить в реальном мире, оторвать их от компьютера, чтобы они чувствовали плечо друга, знали, что они могут независимо от родителей разжечь костер, поесть. Ну, такие элементарные вещи – оказать первую медицинскую помощь. Победители удостоятся наград и грамот от организаторов конкурса. Также наградят тех, кто показал исключительные личные результаты. Однако главным призом для участников Зорницы станет неоценимый опыт, который, как надеются организаторы, в жизни им пригодится только в мирных целях.